сегодня у нас необычная ситуация которая случилась с нашими подписчиками обратились ко мне с таким вопросом что они приобрели автомобиль который был проверен специалистом по автоподбору какой-то сторонней компании им дали полный отчет но отчет к сожалению оказался неполноценным там нет очень важной информации о пробеге автомобиля а заявленный пробег около 80 тысяч был и специалист который осматривал подтвердил что цифра оригинальная и машина находится в хорошем состоянии какие-то небольшие недочеты он указал но который скажем так не влияли на то чтобы отказаться от автомобиля либо поискать какой-то другой вариант поэтому как все произошло нам расскажет владелец автомобиля но мы проведем осмотр автомобиля дадим ему полное заключение посмотрим что там у нас пробегом какая сейчас актуальная цифра и проконсультируем вас с юристом который даст вам рекомендацию чтобы вы ни в коем случае не попали в такую ситуацию а если такая ситуация случилась не дай бог то как из нее можно выйти какие меры предпринять для того чтобы защитить либо себя либо вернуть денежные средства поехали так начинаем осмотр давайте пробежимся по передней части каких-то явных повреждений по ухрому подыха ложкам по противотуманка принципе не видно решетки все целые царапина у нас достаточно глубокое до основание по самому бамперу здесь небольшая косячок есть тут точно так же и вот по этой решетки по зазору у меня также есть замечание проведем замеры по капоту 150 190 150 150 160 130 170 микрон у нас по переднему правому крылу 160 по уплотнительной резинки здесь у меня вопросы есть какие-то повреждения по корпусу зеркало заднего вида в принципе неплохо здесь у нас уже по двери 90 микрон 80 дальше как кузову 130 140 160 ситуация понятная 155 по крыше сдвижная дверь 160 до 200 есть 15 задняя левое крыло 160 170 140 по оптике тут вопросов нету бамперу заднему конечно грязновато отражатели целые по крышке 140 150 130 микрон поступь сигналу тоже все неплохо и возле распылителя и омывателя никаких проблем также нету по пластикам кстати с большего даже неплохо сохранилась видно что не очень активно использовали багажник поэтому буквально какие-то пару мелких на замечаний каких-то явных вмятин по крыше нету поэтому скажем дефектов виде повреждений градом каким-нибудь тут явных нету друзья хозяин автомобиля расскажет нам всю ситуацию как проходил подбор покупка автомобиля а мы уже с вами разберем эту ситуацию и я скажу как предостеречься чтобы таких ситуаций не возникало давайте начнем с того как все таки вы пришли к тому что хотели купить такой автомобиль как проходила покупка кому вы обратились и ну вот так все поподробнее но мы захотели купить семейный автомобиль у нас трое детей в семья и нам нужен был большой посмотрели очень понравилось пижо потому что у них там двигатели хорошая коробка хорошая и мы обратились к автоподборщику в инстаграме потому что подписанная была сразу на трех-четырех человек и у него был написан автоподбор и мне так это понравился думаю раз человек пишет значит он тоже точно честно подбирает она не будет да 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 мы по я посмотрела сколько у него сто расценки были у него были расценки указаны в инстаграме это было написано 70 рублей так при обращении я написала что как бы сами мы в бресте мы машину посмотреть не можем может ли он посмотреть он сказал да может но была в минске правда да да он попросил скинуть объявления на сайта я скинула он созвонился продавцом сказал что продавец нормальный что не перекупщик и и сказал что цена будет подбора стоит 130 рублей так как машина большая аргументировал размером автомобиля якобы больше работа информация нигде было у него нет нигде не было указано нет нигде оплата производилась оплату произвели на карту я перевела на карту он не сбросил реквизиты я привела и он сразу поехал где-то незамедлительно да 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 ну да он приехал посмотрел машину скинул мне фотографии сказал что лобовое не оригинальное что будет запотевание где-то там где-то там и все это в принципе сопровождалось еще фото и видео отчета да 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 в курсе да то есть информация была еще подкреплена как текстовым каким-то заключением и фото видео материал был да да и акцент у меня был чтобы пробег был оригинальный да заявленный пробег был тогда 96000 96 тысяч и он мне скинул фотографию о том что пробег оригинальный и в голосовом сообщении сказал что пробег оригинальный 99 процентов а фотографию он скинул чего с диагностики с диагностики такой какой-то с отчета когда надо было вытянуть до управления информация там где-то на сайте или вот у него в инстаграме было описано что входит в перечень проверок по разума смотря если то проверка пробега по базам ну да там было было написано да было написано да понятно но в подтверждение пробег у него было только скриншот с диагностики и он сказал что пробег на 99 процентов что оригинальный да 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 потому что по внешнему виду по внешнему виду по салону по по снизу по ну короче по всему внешнему виду он сделал вывод что пробег оригинальный оригинальный но спустя какое-то время после покупки автомобиля да 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 сомнения да не сомнения просто я сбросила брату вин и он не пробил его по сервисным базам понятно я тут уже было сумасшедшее удивление да да пробег был он сказал сказал что пробег это раз он был в мае 2000 мая 2022 года пробег было 214 тысяч по сервис почти полтора года назад до 200 там 13998 да я уже тоже курсе информации да да то цифра была больше естественно сегодняшний момент цифра это будет уже да да это будет по 300 по 300 понятно вы предпринимали какие-то действия чтобы связаться с человеком который осматривал автомобиль конечно я написала сбросила ему скриншот с этого сервисного центра сервис на этого сервисная база он мне написал что что он ее смотрел по этой же сервисной базе скинул ему ссылку по которой перешла и проверил он сказал что он пробивал и там был пробег 60 и вообще это глючит а глючит да понятно да других никаких баз естественно он тоже не проверял где тоже могу учета глючит наверное понятно и то есть как бы он снял себя весь уровень ответственности да он сказал что да сейчас он видит эту цифру понятно то есть да вообще машина хорошая ясно надеюсь мы довольны понятно то есть никаких скажем так шагов на чтоб урегулировать как-то конфликт или о том что услуга была оказана не там за ним объеме и качественно не принимал понять я ну друзья в общем вы поняли что как произошло мы этот автомобиль уже осмотрели у меня есть в принципе вся информация по этому автомобилю по окрасам по техническим каким-то замечаниям я это все сформулирую подробный отчет и мы уже с этой информацией проконсультируемся с юристом и соберем информацию чтобы такая ситуация ни в коем случае с вами не случилось после того как мы сделали осмотр автомобиля у меня был файл отчета который сделали ребята которым первично обратились наши подписчики и есть информация которую я уже своими руками осмотрев автомобиль могу подытожить что было сделано так что было сделано неправильно какие моменты не были учтены к сожалению у меня нету звукового комментария по автомобилю потому что заказчик непосредственно созванивался с человеком который осматривал автомобиль поэтому возможно какие-то моменты он и проговорил звуковом комментарии поэтому я обладаю именно той информацией которую мне предоставили делаю скажем так выводы и разницу в отчетах значит по основным моментам конечно же рассказали про кузов про его состояние была предоставлена информация что был окрас у нас по капоту и неоригинальному лобовому стеклу она действительно стоит хук китай по капоту есть окрасы но также есть окрас который сделан достаточно качественно по переднему правому крылу и есть замена двух дверей водительской и правой сдвижной по правой сдвижной также есть информация которая подтверждается дилером о том что там была неисправность потому что есть у тревелера момент по механизму сдвижной двери и там она была заменена и также неприятный момент это есть небольшой напыл по передней правой стойке покажу вам видео там очень четко видны моменты которые скажем так не позволяет себе завод при окраске автомобиле и был окрас у нас переднего бампера о чем свидетельствует небольшие следы дтп в виде паян их креплений по передней левой фаре в отчете которые заказывали первично там есть фотография по одному креплению верхнему которое ну просматривается достаточно хорошо комментарий звукового скажем так по этому моменту не было также мы видим что в нашем отчете я продемонстрировал это есть ремонт другого крепежа максимально неаккуратный и явно такой паян и где-то в гаражах и по подкапотному пространству тоже есть пайка некоторых креплений не хватает фиксации по блоку управления двигателя а воздуховод который идет к турбине шатается и двигается из-за отсутствия крепежа это тоже все у нас есть ну и по пробегу машине очень круто вычистили пробег в блоках управления поэтому его никак не просмотреть с помощью сканера и диагностического оборудования но так как у нас есть возможности доступ к различным базам в принципе пробег можно было просмотреть по базе дилера и также по всеми известной базе кар вертикаль который также отображает последний пробег который был автомобиля это он был в середине 22 года пробег перевалил уже тогда за 200 тысяч поэтому очень важно для того чтобы дать полноценное заключение по автомобилю обладать информацией с баз потому что не видя вот этой вот цифры конечно тяжело принять решение и заказчику и специалисту по автоподбору поэтому у нас во все отчеты включена проверка по базам для того чтобы обладать всей информацию по автомобилю также есть косвенные признаки для того чтобы определить пробег но в этом автомобиле скажем так по салону была какая-то очень аккуратная эксплуатация поэтому явных следов износа по некоторым элементам типичным для такого пробега нету и есть момент по течи двигателя на стыке мотора и коробки он кстати был отображен в отчете у скажем компании в которой обращались первично за осмотром но там как-то преподнесли информацию что там небольшое запотевание но есть фотографии посудите сами это ни в коем случае не какое-то маленькое запотевание это уже обильная течь и она течь очень неприятно потому что явно что это черное масло с дизельного двигателя а со стороны коробки она может появляться ну чаще всего от заднего сальника коленвала ну что там уже детально разобраться надо все это дело вымыть продефектовать и дать какое-то заключение мы констатируем только факт течи и она есть и видна невооруженным взглядом для того чтобы получить консультацию по вот этой ситуации и понять как человек может отследить свои права свои интересы мы обратимся к юристу который проконсультирует нам и разберет эту ситуацию даст советы чтобы себя защитить в такой ситуации и мы поймем на что можно вообще рассчитывать когда такая ситуация не дай бог с кем-то случится возможно ли вернуть автомобиль либо попробовать отсудить часть денег у продавца когда он дал такую недостоверную информацию выдал пробег намного меньше а по факту он является как у нас в ситуации в три раза больше поэтому сейчас мы созвонимся с юристом и послушаем как у нас проконсультирует илья добрый день звоню вам для того чтобы получить качественную консультацию как от юриста я думаю что каждому нашему подписчику и человеку который хоть раз сталкивался с покупкой автомобиля будут в голове эти вопросы на которые вы сможете ответить касаемо нашей ситуации да когда обратилась к нам подписчица после покупки автомобиля выяснилось что автомобиль был скажем так с недостоверной информации в объявлении и от продавца он оказался со скрученным пробегом цифра достаточно сильно была скручена ну и у них возникло скажем так желание либо вернуть автомобиль либо востребовать от продавца компенсацию какую-то финансовую чтобы вот эту вот дельту в пробеге как-то для себя компенсировать расскажите какой должен быть порядок их них действий какой должен быть пакет документов ну и вообще как действовать в этой ситуации и возможно ли у нас в беларуси вернуть автомобиль в котором будут обнаружены после покупки какие-то недостатки много там технических замечаний ну поделитесь опытом расскажите пожалуйста нашим подписчикам во первых наверное надо понимать кто у кого покупаем автомобиль то есть это если продает юридическое лицо в рамках договора комиссии либо просто собственное транспортное средство продает это один момент и покупатель у нас физическое лицо здесь будут работать нормы закона защите прав потребителей здесь немного легче соответственно проще доказывать на продавца ложатся обязательства там провести проверку качества автомобиля провести экспертизу если есть требования потребителя если приобретается транспортное средство у физического лица здесь немного сложнее здесь применяются правила гражданского кодекса 470 третья статья 474 да то есть вам самим необходимо доказывать вот эти недостатки проводить экспертизы уже обращаться в суд соответственно если информация о товаре не в полной мере была предоставлена продавцом допустим то есть мы как у нас скучный пробег да это показатель износа транспортное средство соответственно но соответственно есть какое-то снижение там цены допустим если пробег у нас там один если у нас пробег больше соответственно цена должна падать на нашем рынке это не сильно заметно то есть допустим у нас в европейских странах цена значительно отличается в зависимости от пробега там кардинально прям идет вот эта разница и фиксация по пробегу у нас больше люди склоняются на какое-то состояние и как машина смотрится внешне а вот пробег почему-то недооценит особенно в автомобилях которые ну небольшой и по возрасту там свежий пригон который у нас так называемый сейчас это на 3 до 5 лет да и соответственно тут вопрос единственно сколько то есть мы можем рассчитывать если нас вообще не устраивает транспортное средство с таким пробегом да мы вправе предъявите требования расторжения договора купли-продажи и возврате полученной денежной средств будь то у нас продавец юридическое лицо будет по продавец у нас физическое лицо соответственно нам надо вот этот факт недостоверности сведений доказать то есть его надо доказать либо экспертизой автотехнической этом допустим экспертизы блоков двигателя автомобиля раз сразу же вопрос илья вот к примеру наш клиент конкретно получил информацию из каких-то баз какой должен быть не знаю там доказательства что является доказательство просто не знаю там скриншота с дилерской базы или там с диагностического оборудования или должен быть какой-то официальный документ к примеру от официального дилера ну вот насколько скажем важность вот официальность этих документов и информации ну суд будет оценивать те или иные доказательства которые мы предоставляем допустим как сторона допустим по делу если мирно не удалось регулировать значит следующий этап у нас суд и скажем так все средства хорошие то есть если мы возьмем какую-то информацию из платных баз допустим с интернета где можно купить там за пару долларов ту или иную информацию транспортным средствам соответственно это будет тоже как доказательство но будет тоже оцениваться да если мы возьмем справку официального дилера да с учетом того что они могут выдать там информацию об автомобиле как он услуживался если обслуживался на официальном сервисе то есть с последними ихними данными да соответственно это тоже будет доказательством допустим акт диагностики на сто у нас беларуси тоже будет доказательством каким-то допустим о том что автомобиль не соответствует тем или иным обстоятельствам допустим но в практике я не встречался с скрученным пробегом ну допустим вот я недавно распечатал подготовился нашему разговору вот решение 13 января 23 года тут физическому лицу продали транспортное средство 2009 года выпуска марка неизвестно да тут все сокращено но суть такова что комиссионный комиссионный магазин да по продаже автомобилей фактически не предоставлен достоверную информацию да в соответствии с правилами комиссионной торговли они когда берут транспортное средство на комиссию соответственно составляют акте осмотра технического транспортного средства да в их акте осмотра было указано что транспортное средство имеет нормальное состояние однако лицо которое купила данное транспортное средство, после покупки заехала на СТО, заменить те или иные детали, масло, тот же фильтр, и ему указали перечень недостатков. Стоимость недостатков для ремонта, то есть ремонт недостатков этого транспортного средства превышал стоимость автомобиля. И суд вынес решение расторгнуть договор купли-продажи, взыскал стоимость транспортного средства, моральный вред, стоимость расходов понесенных, ну и тем самым, то есть также с продавца автомобиля взыскали штраф в доход государства в размере 100% взысканной суммы. То есть автомобиль был продан за 32 тысячи, и эти 32 тысячи как штраф легли на продавца. Поэтому, то есть, наверное, продавцам, которые недалежащим образом исполняют свои обязательства по договору комиссии, все-таки необходимо, наверное, правильно подходить к этому виду деятельности и указывать все недостатки в автомобиле, которые когда они принимают. Тем самым... Илья, у меня маленький вопрос. Все-таки вот нормальное состояние, да, вы сказали, ну, часто пишут в объявлении, что автомобиль там в идеальном состоянии и так далее. Но это же все относительно. То есть, есть определенные узлы, которые имеют какой-то износ. Вот как он определяется, ну, скажем, вот в судебном порядке? Ну, чисто вот по своему опыту расскажите. То есть, это исходя из, скажем, там, данных, которые дал продавец, и плюс данные, которые, скажем, дало заключение СТО после ее проверки. Правильно? Да, ну, допустим, если пишут нормальное состояние, однако, допустим, ну, есть же те узлы, которые должны быть в надлежащем состоянии, да. То есть, это тормозная система, рулевое управление, да. Если в акте комиссионер или продавец пишут, что у нас, или там договоры пишут, что у нас нормальное состояние транспортного средства, да, а мы приезжаем на технический осмотр для получения допуска к участию в дорожном движении, и нам говорят, что вы не проходите, по каким-то критериям, да, соответственно, это уже можно вести разговоры о ненадлежащем предоставленной информации о товаре, о транспортном средстве, и можно как-то компенсировать или иные затраты. Потому что, когда мы покупаем товар и видим, условно, что у нас нормальное состояние, да, транспортное средство, значит, он должен пройти технический осмотр, да, получить допуск к участию в дорожном движении. Если это он не получает, то как, то есть, это ненадлежащий товар, то есть, ненадлежащего качества. Понятно. То есть, в Беларуси, в принципе, вот... Ну, написано, что у нас двигатель не работает, там, колесо отваливается, ну, вот, пожалуйста, покупайте. Ну, ты купил его в таком виде, в котором он есть, да, он имеет недостатки. Я не оговорен, и ты за эту цену согласился. Какие вопросы у тебя могут быть продавцу, да, если он все это описал и оговорил. Я понял. То есть, смотрите, в принципе, у нас в Беларуси основным таким критерием того, что автомобиль в нормальном состоянии, это значит, что он проходит техосмотр без явных замечаний. Он получает допуск к участию в дорожном движении. Значит, он как бы... Ну, есть же там и иные, допустим, недостатки, которые проверяются. Работа иных систем, комфортных, электропривод сидений, зеркал, что-то еще, стеклоподъемники. Они это не проверяют, но это тоже, допустим, те или иные нюансы, на которые может покупатель рассчитывать. Хорошо. Мы дошли до того, что, условно, вот автомобиль не прошел этот контроль технического, скажем, состояния. Какие действия вот владельца, да? Бедем пример. Ну, условно, купил человек автомобиль, приехал на техосмотр, он не прошел проверку, и у него вкрали сомнения, что автомобиль действительно в нормальном состоянии, а он в неисправном состоянии, да? Какие его действия? Ну, обратиться с претензией к продавцу автомобиля. В письменном виде, правильно? В письменном виде, только в письменном виде, с указанием тех недостатков, которые ему стали известны, да, и с требованием провести либо проверку качества, либо экспертизу проданного товара, да. Ну, и какое требование хочет заявить, допустим, уменьшить покупную стоимость, устранить эти недостатки, либо вообще, как в решении суда, расторгнуть договор купли-продажи. И, соответственно, ему надо определиться, допустим, да, вот с этим требованием. Понятно. Значит, давайте подытожим еще. У нас есть ли сроки? То есть, к примеру, человек купил автомобиль, сколько времени ему надо, чтобы, ну, или на вот законном уровне, чтобы подать вот эту претензию продавцу. И есть ли отличие продавец физлицо или юрлицо? Ну, есть отличие, да. Там работает в соответствии с юрлицом. И есть у нас покупатель физлицо, да, работают у нас нормы законозащиты про петербителю. Там есть четкие сроки, есть неустойка в размере 1% от стоимости товара, да. То есть автомобиль у нас дорогой товар, соответственно, это такой рычаг давления для ответа правильного либо неправильного от покупателя, от продавца. Соответственно, если у нас продавец физлицо, у него он может отвечать, не отвечать. То есть, если он не ответил на ваши требования, да, там устранить или уменьшить покупную стоимость, можете идти в суд, уплатив тем самым государственную пошлину в размере своих требований. Если мы как физическое лицо приобрели у юрлица, не удовлетворили наши требования в добровольном порядке, соответственно, мы идем в суд и мы освобождены от уплаты государственной пошлины. То есть мы можем, допустим, обратиться в общество защиты прав потребителей, они проведут юридическую работу, допустим, напишут претензию в адрес продавца, составят исковое заявление, будут участвовать в суде. То есть, тем самым потребителю легче, да, в этом случае. Скажите еще такой вопрос. На вашем опыте, вот в случае с компенсацией стоимости или расторгнув договор, какие случаи чаще, скажем так, люди выигрывали, ну, в ихнюю пользу были такие дела? Ну, я не сталкивался с этим, да. То есть я могу рассказать на своем примере. Я сам покупал автомобиль в комиссионном магазине, да, и там тоже был скучный пробег на 100 тысяч, соответственно. Немаленькая цифра. Да, то есть, соответственно, я принял решение, что мне необходимо было выбрать механизм, как себя защищать. Возвращать автомобиль, либо не возвращать. Так как фактически продавцом здесь выступает комиссионный магазин, да, непонятно, на кого он оформлен, соответственно, есть ли реальная возможность изыскать эти денежные средства, оплаченные, да, есть ли возможность как-то по-иному, соответственно, я выбрал уменьшение покупной стоимости, то есть, соответственно, снижение цены, за которую я оплатил за транспортное средство и возврат мне данных денежных средств. Была написана письменная препензия, и, скажем так, до суда мы не дошли, они урегулировали спор мирно, да, нехотя, но мирно это получилось. Угу. Вот такой момент. Сколько в вашу пользу получилось, скажем так, в свою пользу решить этот вопрос, да? Допустим, я покупал Opel Insignia, это было 13-го года мы автомобили до рестайлинга, там, в хорошем исполнении она была, я ее покупал за 12,5 тысяч, ой, за 12 тысяч долларов, соответственно, мы снизили на 500 долларов стоимость автомобиля. То есть, потому что, если смотреть тогда по рынку, да, это была не самая дорогая стоимость автомобиля и не самая там дешевая, то есть, было где-то с середины, и, соответственно, то есть, насколько там тот пробег снизил стоимость автомобиля, ну, наверное, бы не установил суд ты не эксперт надежащим образом, поэтому, вот, скажем так, на какие-то там, условно, изношенные детали, этих денежностей, в принципе, хватило, да. Я понял, супер. Илья, второй вопрос, который хотел вам задать, это по поводу такой ситуации, которая называется задатком предоплаты за автомобиль, да, то есть, когда человек уже определился с покупкой, условно, обратился за автоподбором, мы проверили автомобиль, дали заключение по автомобилю и человек принял решение его покупать. Естественно, локацию мы закрываем по всей стране, поэтому иногда бывает, что заказчик находится в одном конце страны, автомобиль в другом, и нету возможности там подорваться в ту же минуту, поехать его купить, чтобы автомобиль остался за ним. Существует такая практика, когда оставляется задаток за автомобиль, он тем самым, ну, скажем так, закрепляется за покупателем, и он уже там на какие-то сроки, на которые они договорились, приезжает и уже оформляется сделка путем заключения договора купли-продажи. Вот расскажите, пожалуйста, скажем, на каком уровне это все регламентируется, как правильно поступать, чтобы не остаться, скажем, ни без денег, ни без автомобиля, ну, и вот моменты насчет там возврата двойной суммы, задатка, ну, я думаю, вы понимаете, о чем я, тоже расскажите, я думаю, что будет очень интересная тема. Ну, самое главное, то есть, если мы хотим дать кому-то задаток за транспортное средство, надо же понять, кому мы даем, да, то есть, очень часто, то есть, машины продают, показывают лица, которые фактически ими не владеют. Соответственно, то есть, дав ему задаток, да, там, даже написав расписку его паспортные данные, это не значит, что можно будет условно вернуть это транспортное средство, то есть, ну, то есть, купить его, что он исполнит те или иные обязательства, то есть, потому что он не владелец транспортного средства, если, допустим, как-то так, я продаю автомобиль, показывает автомобиль мой брат, да, или там, друг знакомый, меня, допустим, нету в городе, в стране, и они решают, что, ну, давай задаток, мы ждем тебя и так далее, то есть, мой друг-брат с ватом, да, то есть, не вправе заключить соглашение о задатке в отношении моего транспортного средства, тем самым, то есть, это соглашение будет ничтожное, не соответствующее требованиям законодательства, это соглашение о задатке можно заключить только с продавцом, либо лицом, у которого есть доверенность соответствующей полномочии, тем самым, можно забыть об этом моменте, если ты не разговариваешь с собственником, либо не с каким-то комиссионным магазином, соответственно, у комиссионного магазина, то есть, должны быть уже договор на комиссионную торговлю, акт составлен, потому что у них находится в реализации данное транспортное средство, и тогда можно заключать данное соглашение о задатке. Соглашение о задатке желательно прописать стороны, полномочия их, что обязуется продать продавец, что обязуется купить, покупать, то есть, транспортное средство, его идентификационные номера, регистрационный номер, в какой срок должны, то есть, мы заключить данный договор, сумму продажи, то есть, это прописать, соответственно, и тогда оно будет более-менее, это соглашение действительное. Если этих моментов не прописать, соответственно, можно констатировать, что соглашение ничтожно, да, то есть, и оно не обеспечивает исполнение каждой из сторон обязательств. Поэтому, если мы заключили соглашение, оно, в принципе, в последующем не исполнилось какой-то либо стороной, тогда можно будет говорить, то есть, если покупатель предоставил сумму задатка, то он может его возвратить в двойном размере. Если покупатель отказался покупать транспортное средство, предоставив задаток, тогда задаток не возвращается покупателю. Соответственно, все это необходимо оформлять в письменном виде, чтобы имело юридическую силу. Регистрировать соглашение о задатке в МРЭО, у нотариуса нет необходимости, простой письменной формы достаточно. Илья, такой вопрос. Не всегда есть возможность заключить это соглашение письменно. Ну, понятно, да, когда я вот сказал ситуацию, когда клиент находится условно в Гродно, автомобиль в Гомеле, ну, приехать просто подписать документ нет возможности. А вот играют иногда важность вот эти вот там часы, чтобы оставить задаток, и автомобиль действительно сохранился за человеком, который хочет его купить. Возможно ли договоренность, не знаю, там, записи телефонного разговора? И еще второй вопрос. Как правильно передавать этот задаток? Возможно ли у нас в Беларуси, если это между физлицами, условно оставить задаток человеку, там, перевести на карту, да, то есть, такой удобный способ для всех, это и моментально, и быстро, ну, и за счет, скажем, там, банковской транзакции, естественно, там, сумма четко отслеживается. И пометить, к примеру, в этом перечислении, что это задаток за автомобиль. Будет ли в таком формате работать задаток? Ну, сложно сказать, будет ли работать, да, то есть, если мы дойдем до суда, суд будет все оценивать, мне кажется, что нет. Можно получить какую-то расписку, да, от получателя задатка, да, он напишет от руки, вышлет вам фотографию на вайбер, на месседжер, получив задаток, тогда, я думаю, что это может быть иметь место, да, то есть, у нас есть паспортные данные лица, получившие расписку, то есть, у нас счет, который он предоставил, то есть, тоже ему принадлежит, тогда это будет иметь место под какую-то юридическую силу. Без оформления тех или иных документов, соглашения задатки в письменном виде, я считаю, что он вряд ли это будет иметь юридическую силу и можно, допустим, будет вернуть либо в двойном размере, либо это будет как-то гарантировать покупателю, что этот товар именно ему и продадут. То есть, у нас, наверное, больше сам факт перечисление денежных средств продавцу от покупателя уже как-то гарантирует вот этот момент, что те или иные стороны будут добросовестно себя вести, хотя не исключено, что кто-то все-таки не будет добросовестен по отношению ко второй стороне и тогда просто вернет ему денежные средства в этой сумме, а вот двукратное увеличение надо будет истребовать в суде. Но стоит ли условно 100 долларов, которые ты дал в качестве задатки, если не исполнили перед тобой обязательства, не продали тебе автомобиль, стоит ли идти в суд ради 100 долларов, которые тебе положены по закону. Стоимость юридических курсов, пошлины, то есть многократно перекроет все вот эти моменты. Это если уже сумма задатка была там тысячу долларов, тогда может имеет место быть какой-то спор, но все равно там допустим если продавец физическое лицо, значит нормы закона защиты прав потребителей не работают. Надо будет платить пошлину. То есть если ты сам не юрист, соответственно тебе надо обратиться за какой-то правовой помощью для написания искового заявления и так далее, и так далее, претензии. То есть это повлечет как минимум вот эти все затраты составят половину от тысячи долларов. То есть если идти поэтапно то есть мне кажется если это не дело принципа, то сложно и нецелесообразно судиться ради этих денежных средств. Понятно. То есть если тезисно подвести итог, то покупать автомобиль у юрлица немножко проще будет отстоять свои права, потому что чуть-чуть другая действует юрисдикция. и второй момент для того, чтобы сделка прошла правильно и вы могли отстоять свои права даже начиная от задатка и конечно от покупки автомобиля важно все документировать и правильно заполнять все документы для того, чтобы вы имели бумажку, имели на нее права и смогли отстоять свои интересы. Да, да, да. Ну допустим мы берем покупаем автомобиль какой-то у него есть объявление на самый популярный сайт и там описано описание допустим транспортных средств в хорошем состоянии мы можем сделать скрин с номером продавца это будет доказать что в последующем что заявлялись информация о том что транспортное средство качественное то есть надо вот эти моменты переписку объявление цену то есть это все надо фиксировать надлежащим вам и часто просят занизить либо завысить стоимость транспортного средства я считаю что ни в коем случае нельзя то есть идти на поводу у тех лиц и писать ту реальную сумму денежных средств которые ты уплачиваешь за данное транспортное средство потом в последующем при продаже допустим залогового транспортного средства какого-то там модифицированного ВИН номером и так далее и так далее тебе навряд ли удастся доказать что ты передал сумму не сто рублей а двести и тем самым сможешь получить решение суда либо денежные средства в сумме которая у тебя написана в договоре купли-продажи поэтому никаким образом нельзя так делать по моему мнению я понял Илья большое спасибо что уделили нам время четко расписали весь алгоритм действий для наших подписчиков для людей которые хотят купить автомобиль еще раз спасибо и хорошего вечера до свидания то спасибо до свидания друзья хочется подвести итог нашему видео первое при выборе компании по автоподбору обращайте внимание на то что из себя компания представляет обратите внимание на ихние соцсети насколько прозрачно они ведут свой блог какие у них есть отзывы вы можете почитать на различных ресурсах потому что купить скажем так большое количество отзывов это очень затратно на это обращайте внимание при описании услуг обязательно смотрите что входит в спектр ихних проверок обязательно чтобы там была включена вся проверка комплексно а не просто только замеры ЛКП или только компьютерная диагностика ну и этой информации будет чаще всего недостаточно и в-третьих при оформлении сделки обязательно обращайте внимание на правильное заполнение документов и даже при переводе задатка заполняйте соглашение кстати наш юрист с которым мы общались сделал небольшой подарок для вас и передал нам этот файл который мы закрепим в описании к этому ролику пользуйтесь скачивайте чтобы у вас сделка проходила правильно всем спасибо за просмотр и всем классных автомобилей